Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики канала Деревенский Дневник, очень многодетные мамы. Сегодня я буду вам показывать, чем мы занимаемся дома. Как обычно, это, конечно, дела по дому, по хозяйству, с переработкой молока и мяса. Дело в том, что у меня сейчас много заказов по почте, и я с большим удовольствием отправляю нашу тушенку, сало соленое, копченое нашим подписчикам. К сожалению, пока еще не началась молочка, то есть у меня еще пока дуется только одна корова, и то она скоро уйдет в запуск, в декретный отпуск. В общем, масло топленое появится чуть позже. Ну а сегодня я акцентирую ваше внимание на отправке наших продукций. Кстати, мне помогает в этом Евгения, очень помогает, она очень старается, чтобы все посылки дошли до адресатов, чтобы порадовали вас упаковкой и, конечно же, вкусом. Дело в том, что упаковываем очень тщательно, и это очень важно для того, чтобы все пришло в целости и сохранности. Ну а у меня, как всегда, сепарация. Хоть и коровка дает мало, но за три дня уже набралось приличное количество молочка, которое я собираюсь переработать, сделать из него сливочки, а из этих сливочек сделаю маслице. Молоко очень жирное, сверху можете заметить, даже плавает как будто бы масло, но это все потому, что корова перед запуском дает максимально жирное молоко, максимально плотное молоко. Потом это будет приходить в норму после отела. Посмотрите, какие замечательные баночки с тушенкой у нас получаются. Вот так вот в пупырочку мы их оборачиваем несколько раз, и все замечательно доезжает до наших покупателей. Кстати, у нас скоро намечается поездка в Москву, и я сама лично привезу вам свежего мяса, свиное, говяжье, и также тушенку, сало. Все это будет в продаже, все это можно будет купить. Вот таким образом мы упаковываем сало. Это у нас такой домашний небольшой вакууматор. Конечно, он работает очень долго, медленно, но что поделать, мы пока еще не доросли до профессионального. Думаю, что это все не за горами, потому что хозяйство у нас большое, и поросяты еще подрастают. Посмотрите, как здорово получается. Ну, а я в этом ролике вам покажу, что опять пробую делать колбаски. По-моему, они называются купаты, но я могу ошибаться. Вообще, их называю просто домашними колбасками. Для этого я пользуюсь натуральными оболочками, покупаю на Валберсе нитривую соль, чуть-чуть добавляю, ну и, конечно же, приправки. Вот эти натуральные оболочки у меня свиные, обязательно их надо промыть от соли и даже на некоторое время замочить. Я как следует их промываю и замачиваю иногда даже на ночь в холодильнике, но можно и на 10 минут просто здесь. Эти колбаски я готовлю всего лишь второй раз, и первый раз я готовила благодаря своей мясорубке, а сейчас я буду делать все вручную. Посмотрите, какой шмат мяса, это окорок свиной, такой красивый, свежий, натуральный. И вот из него как раз-таки я буду делать. Но обратите внимание, что он достаточно постный, поэтому я и подготовила заранее сало, причем взяла даже соленого сала. Вот выращенная свинина на молоке и зерновых, то есть экологически чистый продукт, он, конечно, очень сильно отличается от того, что мы видим на прилавках. Те поросятки, которые продаются, то мясо, точнее, которое продается в магазинах, оно нашпиговано непонятно чем и нашприцовано водой. А здесь свиное мясо натуральное, конечно, это, я думаю, заметно, что поросята питались молочкой, никакой химии там не использовалось, никаких уколов, никаких стимуляций роста. Вот за полгода выросло 100 килограмм мяса, все, это, как говорится, и предел. Можно, конечно, выращивать и дольше поросят, но я предпочитаю полугодовалых забивать. Сейчас все мясо с салом прокручиваю в фарш. Вообще, мне будет интересно почитать в комментариях ваши советы по приготовлению этой колбаски, потому что дети меня постоянно просят купить колбасу, и покупать ее при наличии такого мяса – это грех. Я, честно, удерживаюсь каждый раз еле-еле, когда прохожу мимо прилавка, потому что знаю, как дети радуются колбаскам, когда я их покупаю, сосиски, колбаски, ну, сами знаете, дети всегда любят что-нибудь такое. А я решила, что надо учиться, надо учиться, и, возможно, это будет тоже одним из видов ассортимента моей продукции на продажу. Почему нет? Как говорится, если у меня сейчас получится это все сделать для своей семьи, то будет не стыдно и продать людям, попробовать, как говорится, вдруг понравится. Я использую разную приправу для этих колбасок. Одна получается как бы немножко с копченым вкусом, другая обычная. Это специальная приправа для этих колбасок, покупала в специализированном магазине. Ну, и, конечно же, соль немножечко нитриевой и обычной. Естественно, я учитываю, что соль еще была у меня в сале. У меня просто нет свежего сала, только соленое. Причем это было сало мангалицы, поэтому такой большой шпик. Сейчас у меня его уже не осталось, только от трех породок. Пробую на вкус сырое сало совсем чуть-чуть. Ну, чтобы хотя бы капельку определить по соли и по вкусу. Честно говоря, я забыла в этот раз добавить в первую партию колбасок воды. И очень зря, потому что натуральное мясо, натуральная свинина, которая выращивается в домашних условиях, очень любит воду, прям впитывает. Даже когда мы шашлык делаем, мы его поливаем водичкой. Вот покупное мясо, оно нашпиговано, нашприцовано и водой, и химией, и оно не впитывает влагу. А вот домашнее мясо всегда будет впитывать. Вообще рекомендуется 10% воды добавлять в такой фарш для колбасок. Но я забыла, к сожалению, только со следующего раза начала. Кстати говоря, когда я чем-нибудь начинаю заниматься на кухне, да где бы я только ни занималась, ко мне прибегают, естественно, дети. Им интересно, чем это я тут занимаюсь. И когда они узнали, что я собираюсь делать их любимые колбаски, то Даниил с готовностью одел бандану и пришел мне помогать. Им тоже было интересно натягивать вот эту кишочку, оболочку на шприц. Шприц, кстати, вот этот ручной я использую первый раз. Приобретала в том же магазине специализированном для колбас. Он у нас находится в Мичуринске, может, даже кто-то знает. Это называется «Дядя Сэм». Первый раз им буду пользоваться. Не учла, что у меня стол с выступом внизу, и не получается у меня этот шприц зафиксировать. Приходилось его держать, сам шприц держать, держать колбаску, крутить. В общем, трех рук не хватало, а у меня всего их две. Поэтому со временем, вот сейчас я попробую пару раз, неудобно. Вот видите, он соскакивает. И потом я уже переместилась на другой стол в большой комнате. Ну, главный результат. Вот эта первая партия, видите, как она еле-еле вытуживается, так сказать, из шприца, потому что как раз-таки она сухая, то есть без воды. И колбаски получились такие плотные-плотные. Ну, а потом я исправилась, добавила водичку. Колбаски получились даже немножко по цвету светлее. Вот, так что опыт дело такое, наживное. Главное пробовать и не бояться. Конечно же, сразу же жарю первую партию, пробуем на вкус, потому что надо понять, куда дальше двигаться, все ли я правильно делаю. Ну, вроде как на вид получается даже очень аппетитно. Ну, и как видите, вот вторая партия уже с водой, она и выходит легче, и по цвету чуть светлее. Ну, в общем, как говорится, этот момент я не учла сразу. Жду с нетерпением ваших комментариев. Мне очень интересно, кто из моих зрителей занимается такими колбасками и умеет их делать, у кого уже набита рука, посоветуйте, как лучше. Может быть, что-то добавить, фарш типа лука. Я не рискнула, здесь только мясо и сало, приправа и соль. Но, возможно, если туда добавят что-то еще, будет еще вкуснее и интереснее. У меня остается еще некоторое количество фарша. В этот шприц заходит 3 килограмма, но полностью я его не набиваю. Ну, в общем, приготовила я и на ужин эти колбаски, и даже немножко получилось в запас, в заморозку. Посмотрим, что, кстати, будет после заморозки. А жарятся они просто великолепно. И вот так вот интересно вылазят. По-моему, здорово получается. Для меня это уже, я говорю, второй опыт. Но я еще не чувствую уверенности в том, что я делаю все правильно. Потому что вот так целая колбаска вылезает. А потом мне надо ее разделить на маленькие колбаски. А как это делать, я не умею. А как это делать, я не знаю. И поэтому я только так, полагаясь на свою интуицию, просто перекручивала их. Но, возможно, есть какой-то другой способ. Поделитесь обязательно. Обязательно в комментариях напишите. Вообще, поняла я такую вещь, что если фарш легко выходит из шприца в эту кишечку, то колбаска получается гораздо мягче и сочнее. А если плотно выходит, то она, соответственно, плотно и будет. Вот так я решила перекручивать. Чтобы они все-таки по итогу получились маленькими. Но во время жарки они все-таки разматываются. Не все, но разматываются. Поэтому надо попробовать какой-то другой способ. Вот здесь на сковородке вы можете увидеть. Я, кстати говоря, потом их просто порезала. Они не развалились. Получились такие вот котлеты в оболочке. Меня дети называли их котлетами в оболочке. Потому что действительно они похожи на котлетки. Я думаю, что в следующий раз стоит перекрутить фарш два раза. А так получилось даже вроде неплохо. Ну, в общем, дети все в ожидании. У нас уже ужин. Я, конечно, уже тороплюсь, потому что мне надо идти на управу. Я и так, если честно, героически женщина себя почувствовала после того, как приготовила эти колбаски. Подаем все к столу. Дети с нетерпением их хватают. Они горячие. Мы их режем на кусочки. И с большим удовольствием наблюдаем, как они их кушают. Получилось классно. Получилось вкусно. Очень аппетитно. Ну и то, что хотели дети. Даже Вероника оценила. Ну, а от вас тоже, мои дорогие, жду оценки. Желательно высший балл, чтобы ролик был на первом месте. Пишите комментарии и ставьте лайки. До встречи. Люблю вас.